МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славя Богу, в этом году и климат помог, как говорится. Дожди все время шли. Аграрьи надеются, что и ценовая политика будет на их стороне. Изъято более 800 игровых автоматов и тысячи единиц компьютерного оборудования. Об успехах в борьбе с незаконным игорным бизнесом полицейские рассказали журналистам. Правительство России продлило срок специальных правил расчета платы за отопление в регионах. Постановление опубликовано сегодня на сайте Кабмина. Напомню, с 1 сентября прошлого года региональным властям предоставили выбор взимать плату за отопление только в период отопительного сезона, либо распределять эти расходы равномерно в течение года. Однако это правило имело ограниченный срок с 12 по 14. Теперь же Кабинет министров сделал существенный порядок бессрочным. Кроме того, отныне региональные власти могут пересматривать порядок оплаты и отопления в отдельных муниципалитетах в зависимости от уровня оснащенности приборами учета, климатических особенностей и других факторов. Жители селения Малый Терек получат новые квадратные метры, 12 семей среди которых и многодетные до сих пор жили в невыносимых условиях. Строители должны успеть завершить работы уже к ноябрю, чтобы жильцы аварийных строений смогли переехать в свои дома до зимы. С подробностями Осман Казаков. Это строение Сергей Дадов даже домом называть не хочет, хотя и прожил в нем большую часть своей жизни. Здесь же здоровье потерял, сказали извечная сырость и отсутствие элементарных удобств. Его соседи с семья Болотоковых с порядком худо-бедно справляются, но ремонт делать тоже не пытаются. В поселок Малый Терек Болотоково приехали лет 40 назад. Рядом вовсю развивалось опытное хозяйство, там же и работали. Союз распался, колхоз развалился, семья осталась. Здесь сын живет, здесь я живу. Тут сын, вот это одна комната, четверо детей, муж и жена. Малый Терек сегодня 12 семей. Жить в таких условиях большая часть сельчан не смогла. Вынуждена снимает квартиры в других районах. Месяц назад дома попали в программу переселения из ветхого жиле. Строительство уже началось. Представители администрации Терского района показывают проекты будущих квартир. Вам будут представлены такие дома. Это двухквартирный жилой дом. То есть вам будут поставлены три квартиры в соответствии с вашей занимаемой площадью. Как раз и по составу семи вы выходите. То есть три-три двухкомнатных квартиры. Дома будут полностью благоустроены. Для устойчивости полностью. Самое главное вот это место. Особенно от этого все зависит. Шесть одноэтажных коттеджей в пяти километрах от заброшенного поселка в Терекском встретили, обещают возвести до ноября этого года. Инженерные коммуникации в новом микрорайоне под ключи труда не составят. Рядом центральные воды и газопроводы. В нескольких минутах ходьбы детский сад, роддом, школа, дом культуры. Каждый дом две семьи. Отдельная канализация, отдельный водопровод, отдельная кухня в каждом доме. Вот, два домика рядом стоят. Все по отдельности у них. Программа переселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии действует с 2009 года. За это время заново отстроено 28,5 тысяч квадратных метров или 88 домов. Осман Казаков, Наталья Булат, Аслан Хандохов. Вести Кабардино-Балкария. В селе Тожукино Баксанского района прокладывают периэтиленовый газопровод. Металлические трубы меняют по программе реконструкции и тех перевооружения газового хозяйства. Преимущества пластика очевидны, говорят специалисты. Он не подвергается коррозии и не замерзает. Здесь нам надо применять уже электрохимическую защиту, дополнительные станции ставить. И будем экономить электроэнергию. Срок гарантии полиэтиленового газопровода 30 лет, а минимальный срок эксплуатации 50. Кладут сразу две трубы. Их общая протяженность – 2 километра. Старые коммуникации тоже решили пустить в дело. Из них сделают подпорки для наземной части газопровода. Все работы предполагается закончить через месяц. И до конца сентября строители должны закончить ремонт моста через реку Телек в станице Александровской. Поручение ускорить работы на этом участке дал глава КБР. Это самое протяженное сооружение в региональной сети дорог. Мост на трассе Прохладный Ильхотово обеспечивает транспортное сообщение не только между Майскими и Терскими районами, но и грузоперевозки в Северную Сетью и Ингушетию. Чтобы не останавливать движение, дорожники работали поочередно, перекрывая одну из полос. Уже удалено старое покрытие, отремонтированы тротуарные блоки и перила. Самое главное, говорят эксперты, восстановлены гидроизоляционные швы. Их полностью заново бетонировали, обмазывали битумом, то есть материалом, который укрепляет эти швы, чтобы в дальнейшем при эксплуатации мост прослужил дольше, чтобы не гуляло полотно. Подрядчик этот берет все гарантийные обязательства на себя, выдается гарантийный паспорт, по которому он в течение четырех лет, какие будут выявлены нами недостатки, будет исправлять на данном участке дороги. Сегодня подрядчики приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия. На капремонт из целевого дорожного фонда республики выделено более 15 миллионов рублей. Впереди работы с руслом реки. Его расчистят и отведут от берегов, чтобы их не размывала вода. 290 подпольных и горных заведений закрыли в Кабардио-Балкарии с начала года. Об этом журналистам сегодня сообщили на брифинге в МВД. Из незаконного оборота изъято более 800 игровых автоматов, а также тысячи компьютеров для проведения азартных игр. То, что многие клубы вскоре и после закрытия возобновляют работу, правоохранители объясняют несовершенством законов. Сейчас наказывают только за проведение азартных игр, а за сдачу помещения в аренду их потенциальному организатору хозяин ответственности не несет. МВД ПУКБР направило в Головное министерство предложение об ужесточении наказания в этой сфере. Говорили также о производстве и обороте алкоголя. По сравнению с прошлым годом количество правонарушений в этой сфере выросло. За 8 месяцев выявлено 61 преступление. Сумма материального ущерба превысила 62 миллиона рублей. Аграрий Кабардио-Балкарии в этом году намерен собрать рекордный урожай кукурузы. До наступления холодов им предстоит убрать более 100 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители республики уже научились добиваться высоких результатов в растеневодстве. Правда, не без поддержки государства. Однако, по-прежнему сталкиваются с проблемой реализации выращенной продукции. Особенно остро строит этот вопрос перед новыми и небольшими сельхозпредприятиями. В одном из таких фермерских хозяйств побывал наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Только стоит труда вложить в то, чтобы этот початок стал таким золотистым. Об этом знает только тот человек, который его вырастил. Кукурузоводы Кабардино-Балкарии обладают большим потенциалом в развитии именно этого направления растеневодства. Около 600 гектаров пахотной земли плюс 250 гектаров субаренды по рисовканским меркам размеры этого чекенского хозяйства средние. Но результатами прошлого года здесь довольны. Несмотря на диспаритет цен на горючее, дороговизну семян и удобрений, надеются на успех и в этом сезоне. Выше среднего, как ожидали, нормальный урожай в этом году. Голя более ровный и приятно работает. Это везде так. Руководитель сельхозпредприятия радуется. В этом году использовали отечественные семена кукурузы и не прогадали. Тем более, получены они в республиканском селекционном центре «Гибрид». Я даже не ожидал, что он может вырастить в такие сорта, как Краснодарский, Нитон, Анютка, Машук, 355 и Рост 195. Слава Богу, в этом году климат помог, как говорится. Дожди все время шли, а это повесилась и урожайность. Уборка только началась. О средних показателях урожайности говорит рано. Но радует качество, отмечают аграрии. Кстати, в хозяйстве умело пользуются государственной системой субсидирования земледельцев. По части элитных семян удобрения ГСМ. Механизаторы рады положительным изменениям. Это хороший стимул в работе. У нас руководителя, компонера, механизатора такого нет. Мы все друг друга вплотную занимаемся, только чтобы нормальная работа шла, начиная, как говорится, от богаты, кончая до уборки. Сейчас в России много говорится о создании мега масштабных земледельческих и животноводческих хозяйств. Но, как показывает практика, курт на поддержку малого и среднего селхозтоваропроизводства, взятых в Кавардино-Балкарии, оправдывает себя. Между тем, сами земледельцы рассчитывают, что ценовая политика, выстраиваемая Минсельхозом страны, поможет в решении проблемы реализации выращенного ими урожая. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кавардино-Балкария. Республиканский Минобор организует для сирийских соотечественников курсы русского языка. Решение об этом принято после встречи представителей ведомства и Международной черкесской ассоциации. В данный момент в обучении нуждаются 12 детей, которые не смогли сдать единый госэкзамен, а потому получили не аттестат, а справку об окончании школы. Эти курсы должны быть такими, чтобы они вывели этих ребят на уровень владения языком, которым позволил бы учиться и работать и полноценно жить в нашей республике. Напомню, при КБГУ уже действуют 9-месячные курсы русского языка для студентов из числа сирийских соотечественников. К этому часу вся информация. Наши новости также на сайте вести.кбр.ру. В 17.10 в эфир выйдет тележурнал «Веси Северный Кавказ». А наш следующий выпуск смотрите в 19.40. До встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова